Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И как обычно, по понедельникам мы подводим свои итоги минувшей недели. Самые интересные события и люди в сюжетах репортера. Берегите головы! Самарские коммунальщики объявили войну снегу и наледи. Где можно пройти и не упасть? И почему зимой особенно полезно смотреть на небо? Учебы ради! Самарская бизнес-леди придумала обучающее приложение для мобильных устройств. Кому и что хотят объяснить? И почему разработчика игры не все воспринимают всерьез? Пост сдал, пост принял. В Самаре появилась новая мисс. Кто стал новой обладательницей короны и кому надо понравиться, чтобы победить? Прошедшую неделю самарские коммунальщики работали, не покладая рук и лопат. С городских улиц активно продолжают увозить снег. Но внезапное потепление добавило головной боли сотрудникам этих служб. Товарищи и прохожих просят быть внимательными и беречь свои головы. Почему важно иметь хорошую крышу в хронике уборки? Улица Самарская в этот день звучит по-новому. Коммунальщики добавляют в городскую симфонию спецэффекты. Шум автомобиля смешивается с дребезгом осколков. Не жалея своих рук со всей силы, брутальные мужчины расправляются с огромными сосульками и сбрасывают с крыш пласты снега. Работа по очистке снега могла бы идти размеренно, но погода услужила. После сурового 20-градусного минуса столбик термометра пошел в плюс. Управляющие компании схватились за голову, пришлось ускорить темпы. Особое внимание к старому центру города. Здесь около полутора тысяч домов имеют скатные кровли и требуют очистки. Причем проблема продолжается из года в год. Оказывается, все дело в том, что трубы отопления в некоторых постройках проходят под крышей. Отсюда и результат. Меняется погода, сосульки вырастают на глазах. В Казани эту задачку решить удалось. Коммунальщики Татарстана решили поднять крыши на 30 сантиметров. Так получилось постоянное проветривание. Температурный режим где-то на 2 градуса отличается только от внешней температуры. И как раз снег не тает, а просто его или сдувает, или он не накапливается, и сосульки не образовываются. И это один из возможных вариантов скорого будущего. Пока в Самаре с сосульками борются при помощи собственных сил рук и ледорубов. Чистят кровли люди, которые прошли обучение. Форма одежды удобная, обувь не скользящая, работают со страховкой. В каждом районе города есть своя административная комиссия. Специалисты бдят за качеством очистки снега и за соблюдением всех норм и правил безопасности. Если крыша почищена плохо и нет соответствующего ограждения, то может быть выписан штраф. Возбуждаются протоколы, выносить дела об административном правонарушении. И надо сказать, что эта позиция будет нами придерживаться очень жестко, потому что речь идет о безопасности людей. Очистка одной крыши занимает в районе 20 минут. Потом бригада перемещается на очередной объект. И так до самого вечера, чтобы пешеходы могли как можно чаще смотреть в небо. И отнюдь не из-за страха. Плюсовые температуры это, к сожалению, ненадолго. Метеорологи предупреждают, в феврале морозы еще будут. Но если вы не фанат прогулок на свежем воздухе, то у меня есть альтернативный вариант. Самарская бизнес-леди придумала обучающую игру. Девушка разработала приложение для мобильных устройств. Интерактивный квест поможет выучить русский язык тем, кто пошел в первый класс или учится в пятом. Аналогов в России такому приложению по пальцам пересчитать. Разработчик анонсирует, что это только начало глобального мобильного обучения. Репортер встретился с идеологом проекта и узнал, каково быть девушкой, акулой бизнеса. И почему она не собирается зарабатывать на этих деньги. История достижения цели. Уверенная походка от бедра на высоченных каблуках. Стройная длинноногая и эффектная барышня. Она могла бы быть моделью. Не стала она могла бы стать преподавателем русского языка. Тоже не ее. Стала Маша, созвучным псевдонимом Филин, птицей высокого полета. Филолог Маша в разработчике компьютерных игр подалась. Главная задача для нас не заработать деньги. Деньги будут, если это будет нужно и интересно пользователям. Три года мозгового штурма, нервов и поиска себя. Нашла, взлетела, осмотрела территорию. Не зря Филином назвалась зорким хищным взглядом. Определила свободную нишу. Вычислила цель, общественно значимую и полезную. Современные школьники не могут жить без гаджетов. Значит, в эти гаджеты надо перенести обучающие программы. Девушка придумала квест «Искатель рун». Он же главный герой в первой серии должен спасти жар-птицу. Он нашел в заброшенной школе машину времени, ее запустил. И все с этого момента он путешествует по разным временам, галактикам, фантастическим мирам, планетам и так далее. Вот первый мир, в который он попадает, это древнерусский мир. Тестировать игру. Репортер приглашает многодетную маму Елену Анисимову. Она должна вынести вердикт. Действительно ли квест обучающий? Первую игру проходит ее старшая дочь Ева. Ева, а какой у тебя самый нелюбимый предмет в школе? Русский язык. Ну что, ты его так не любишь? Там писать всегда, разбирать какие слова. Мне тут долго там писать надо. Ева делает над собой усилия и отправляется в приключения. Квест направлен на закрепление школьного материала по орфографии русского языка. Сюжет на всех уровнях повторяется, но задания от локации к локации меняются и усложняются в соответствии со школьной программой. Где нужно писать мягкие знаки, где не нужно, где там А, где О, правило, где какая согласная, где глухая, где звонкая. Фух, я тоже выдохну. Каждый уровень сложности соответствует по образовательной части тому или иному классу. Первый, с первого по пятый. Не страшно русский язык? Нет. Не интересно? Интересно. Выполнять задания могут даже дошколята. Главное уметь читать. Следующий квест проходит уже сама мама. Ей придется вспомнить русский язык за пятый класс. Если это будет и игра, и развлечение, и заодно и обучение, это очень хорошо. Детям не будет скучно. Игру Марии Филин уже назвали уникальным проектом обучающих приложений. Именно российского производства по пальцам пересчитать идею уже выиграло несколько грантов. Добавляет интересу ситуации то, что разработчик девушка из Филина, она превратилась в акулу местного бизнеса. Дальше, конечно, можно найти мультимиллионера. И я в последнее время, ну, как бы, постоянно бываю на каких-то бизнес-мероприятиях и так далее. Но я рассматриваю мужчин там исключительно в качестве бизнес-партнеров. О личной жизни бизнес-леди не распространяется. Мужчина ее пока не интересует. У нее другие игры в скором будущем. Искательный руль пронесется тест-драйвом по самарским школам. Команда планирует собрать масштабную фокус-группу из тысячи школьников. Игра обещает вырасти до обучающего сериала во всех планшетах страны. Актеры известных сериалов сыграли в Самаре шикарную свадьбу. К счастью, для уже женатых и замужних артистов разводиться ни с кем не пришлось. Все случилось исключительно ради искусства. Перед спектаклем репортер успел пообщаться с актерами. Какие коробки из года в год возят с собой от чемодана Мария Горбань? Что привезла своим сыновьям Ольга Кузьмина? И что заказывают своим поклонникам восходящие звезды? Смотрим. На дворе под 30 мороза. А за этими дверями скоро начнется настоящий пожар страстей. У Самарской филармонии сегодня очень необычная амплуа. Стены храма искусств на несколько часов превратятся ни много ни мало в дворец бракосочетаний. Столичные звезды прямо на здешней сцене решили сыграть настоящую свадьбу. Экономить на важном поводе селебрити не стали. Свадьбу пообещали сделать ну просто шикарной. Я думаю, это будет какая-то наша русская такая свадьба. Разгуляй там. Как и принято в светской тусовке, на эту свадьбу пускают лишь избранных. Тех, кто не пожалел своих кровных, виновники торжества здесь ждут с распростертыми объятиями. Хлеба не обещают, и зато зрелищ, пожалуйста, шикарная свадьба, молодой спектакль Московского театра. Хотя возраст для него понятие относительное. По стране постановка уже несколько лет мотает, а она в каждом городе все равно как новенькая. На заре становления в ее афишах даже звезда именитого реалити-шоу Ольга Бузова засветилась. Теперь светская львица угомонилась, а на сцену вышли пусть и сериальные, но все-таки актеры. Есть несколько составов этого спектакля, но есть в нашей труппе стражил, который, в общем, человек, который с первого состава играет. Но он не приехал. А приехал Маша Карпань. Маша Карпань с первого спектакля, я уже, по-моему, второй человек, который играет эту роль. А Саша уже четвертый. Лондон! По сюжету спектакля, в день свадьбы жених просыпается в номере отеля с таинственной незнакомкой. С минуты на минуту сюда же должна вернуться его будущая супруга. Друг жениха решает помочь бедняге и берет неизвестную в свои руки. Однако несчастный Шафера не подозревает, что загадочная девушка, из-за которой начались все неприятности, есть его возлюбленная. Казалось бы, неплохая завязка для семейной драмы. На деле выходит неплохая комедия. Ты была здесь всю ночь? Кажется, да. И кстати, боже, и как я тебя вел, а? Ну, я искупалась в океане больше. О, боже. Чем закончится история, станет известно только тем, кто досидит до конца. Актеры обещают выкладываться по максимуму. Для них каждый выход на сцену – это особый случай. Душевный в спектакле они отдыхают от жизни сериальной и наоборот. Действительно, созваниваемся, говорим, спектакль не отменили, будет, все, едем. Что берем, какие игры мы часто играем. Да, у нас целый чемодон и... Раскрылась и тайна. Простите, это я. А какие игры ты взяла? С Windows. В игры поиграть успели и на сцене тоже, когда вся жизнь – одна большая постановка имени себя. Сериальные актеры по всей России армию поклонников собирают. Такая уж работа, что не останутся без воды и куска хлеба. Всегда найдутся те, кто обогреет и приоденет. Тушенку из ленины, помните, нам подарили? О, тушенку из ленины. Тушенку из ленины, привязанную бантиком. Женщина связала, помнишь, шарфики на ночной работы. Даже сыночкам твоим передала, помнишь, баночки. Вообще все это очень душевно, как ты, по-домашнему. Всегда что-то из каждого города. Вот сейчас в Тольятти обещали рыбу подарить, просили вместо цветов дарить рыбу. Я здесь, а значит все будет в лучшем виде. Единственное мое упущение – это свадебный мальчишник в одной гостинице. Больно? Откровенные сцены, тонкие юморы, ненавязчивые шутки. В ответ благодарность зрителей и аплодисменты от всей души. В Самаре актеры наелись этим. Следующий пункт назначения – Тольятти. И самая вкусная – волжская рыба. «Мисс Самара-2015» – разжалованные звания по причине окончания срока годности титула. Она отправилась на заслуженный отдых, чтобы уступить место новой красавицы. В Самаре выбрали очередную мисс. Кто ей стал – смотрим в нашем сюжете. С нее корону уж точно никто не снимет. Юлия Дубровина ее зубами, руками и формами отвоевывала. Вот только в ее золотом 2015-м условия конкурса «Мисс Самара» помягче были. Самых обаятельных и привлекательных светская публика отбирала в одном из самых дорогих и пафосных клубов Самары. Теперь же красавицы решили поближе к народу вывести. Подиум для финалисток разместили посреди фудкорта одного из ТЦ. Гости в восторге. Вроде и гамбургер ешь, и красоток показывают. Ни тебе дресс-коды, ни фейс-контроля. Все пожелания и требования только к начинающим мисс. Поначалу было столько разногласий, но лично мне очень нравится, потому что мы ближе к народу. Люди, мы в открытом доступе, наша красота в открытом доступе для обзоров каждого. И это замечательно на самом деле. Каждый может нас усмотреть. Таким давам палец в рот не клади. Лучше цветы к ногам. И сразу много. Несмотря на свой юный возраст, финалистки конкурса «Мисс Самара» готовы ради желанной победы на все пойти. Это и сейчас они – одиннадцатиклассницы и начинающие студентки. С короной на голове им уже завтра будут рады в любом модельном агентстве. Я очень привлекательная, на самом деле. Понимаюсь, занимаюсь я много чем. Если честно, я оказалась на этом конкурсе чисто случайно. Но мне очень нравится здесь принимать участие, потому что такие конкурсы дают много новых возможностей, много интересных знакомств. Самарские «Мисс» могут гордо сказать – они себя сами сделали. Забросив серые будни, ради конкурса они прошли, если не огонь, воду и медные трубы, то визажисты, стилисты и парикмахера точно. Теперь от победы их отделяет всего три конкурса. От интеллектуального организаторы отказались сразу. И так, понятно, в Самаре все девушки умные. А кто поспорит, тот сам такой. И потом, кому это вообще надо умы проверять? Куда приятнее – на красоток просто любоваться. Говорят, в Самаре самые красивые девушки. Это так сегодня вы посмотрели? В общем, говоря, я согласен с этим утверждением. Так как было в других городах, то в Самаре, да, выделяется. Девушки очень красивые, симпатичные, умные, инкрутированные. Стоит того, чтобы смотреть. С такой красотой даже жюри сразу справиться не смогло. С каждым годом выбирать из красивых самых становится все сложнее. Над выбором победительницы думали представители едва ли не всей самарской индустрии красоты и даже гости из московских модельных агентств. В итоге определились – выбрали не одну, а сразу три мисс. Двух с почетной приставкой «Вица» и одну, самую главную. Номер 7! Ковальчук Дарья! Номер 7! Друзья, ваше громко! Решением судей титул главной красотки Самары на этот раз был присвоен 17-летний Дарья Ковальчук. В ближайший год ей уж точно всегда придется ходить с высоко поднятой головой. Корона обязывает. Но и это, говорят организаторы, только начало. И Дашу, и ее вице-коллег по подиуму уже пригласили в московское модельное агентство. Пока на кастинг. Если все сложится, имя самарской красотки может засиять на известных глянцевых обложках. А если нет, она всегда сможет еще раз попытать счастье у себя на родине. По слухам, выбирать главную российскую мисс в этом году будет сам Антонио Бандерас. Причем конкурс мисс России обещает провести снова на берегу Волги. И на этом все. До свидания и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова